Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас на обзоре востоккомандирские из серии К-39, да не простые, а с третевыми трубками, модель 396778. Часы выполнены в массивном стальном корпусе, черное ПВД покрытие, глянцевая поверхность, большие ушки и не менее большие бортики для заводной головки. Головка также достаточно большая, с логотипом восток, рифленая. Минеральное стекло тип К-1, то есть это утолщенное закаленное стекло, в принципе не подвержено царапинам, и чуть выше уровня корпуса, как мы видим располагается, также немного выпуклая. Под стеклом черный циферблат. Здесь есть ряд стандартных особенностей, это центральная секундная стрелка с противовесом, окошко даты в районе трех часов, надписи, индексы, все как и всегда. Но есть и несколько интересных особенностей, и первое, которое бросается в глаза, это, конечно, третевые трубки. Это приспособление, которое светится в темноте без дополнительной подзарядки светом. Как это выглядит? То есть в этих трубках располагается третий, и по внутренней стороне этих трубок нанесен люминофор. Третий воздействует на люминофор, и, соответственно, они подсвечиваются. Как мы видим, трубок у нас 14, две на стрелках на минутной и на часовой, и остальные 12 расположены по циферблату. Это очень удобно, особенно для тех, кому не нравится обычная подсветка, которая быстро затухает. Третьего подсветка в темноте быстро затухать не будет, она очень долговечная, и если вы вдруг переживаете по поводу того, что какое-либо радиоактивное воздействие будет на вас оказано, то нет. Надпись T25 говорит о том, что здесь у нас менее 25 микрокюрий, а это значит, что эти часы безопаснее, чем если бы вы просто вышли на улицу, потому что радиационный фон, обычный радиационный фон земли, даже выше, чем та микрорадиация, которую вы можете получить теоретически от этих часов, поэтому здесь это все более чем безопасно. Эти третевые трубки, конечно, делает не завод Восток, а их делает сторонняя компания МБ микротек, здесь указано это на задней крышке, также мы через заднюю крышку, благодаря стеклу видим часть механизма, тут же, кстати, надпись и о материалах, стекло, сталь. Вот что касается механизма, то, как мы видим, здесь старый добрый 2416B. Да, Восток его по-прежнему везде используют, дорогие это часы, недорогие, почему-то неважно, и я думаю, что характеристики этого механизма вы уже все прекрасно знаете, механизм мы не раз уже встречали в наших обзорах, и даже здесь таких, скажем так, недешевых для Востока часов, также используется этот механизм. Ну что, самое интересное, это подсветка в темноте, в принципе, со стороны она выглядит, как обычный люминофор Востока, но дело в том, что она у вас будет всю ночь гореть таким светом, если обычный люминофор на обычных Востоках, он у вас где-то через час уже примерно может почти полностью затухнуть, то здесь благодаря третьим трубкам сохраняется одинаковая яркость подсветки. Как ожидалось, великоваты для моего запястья 54 миллиметра высота по ушкам, ширина 48 по бортикам и 46 миллиметров чистый диаметр корпуса, толщина 16, да, конечно, большие толстые часы. Что же касается нашего ремешка, он здесь из натуральной кожи с прострочкой, качественный, ширина 24 миллиметра, классическая застежка с логотипом командирский, на запястье от 16 с половиной до 21 сантиметра. Что интересно, в комплекте идет дополнительно ремешок из полиуретана, он на один сантиметр меньше, но вы в любой момент, если что, можете их менять друг с другом. Вес же часов 116 граммов. Модель скорее задумывалась как каждодневная, понятно, что здесь воднеприцаемость 200 метров, и заменив кожу на полиуретан, их можно использовать и как дайверские часы, но все-таки я думаю, что это каждодневная модель, классический сдержанный вид, и можно даже пробовать сочетать и с деловым стилем одежды. Неоднозначная модель Vostok у нас сегодня на обзоре, конечно, есть огромное преимущество у нее, это и третьевые трубки, как раз те люди, кто жаловался на плохую подсветку в Востоках, на то, что она быстро затухала в темноте, вот решение, у вас затухать в темноте ничего не будет, и подзаряжать от солнца это тоже не нужно, плюс это, конечно, безопасно. Также ремешки, хорошо, что Восток дает выбор потребителю, и мы можем по желанию либо использовать кожный ремешок, либо полиуретановый, ну и стоит отметить корпус, а именно его строение, то есть это качественная обработка, это водонепроницаемость 200 метров, корпус надежный, прочный, по обработке вопросов нет, плюс благодаря задней крышке прозрачной мы еще можем видеть часть механизма, но тут же стоит отметить и, конечно, массивность корпуса уже как недостаток лично для себя, конечно, для моего запястья они не подходят, да и, в принципе, не сказал бы, что дизайн часов мне сильно понравился, если убрать третьего трубки, то, по сути, останутся самые обычные часы, то есть здесь нет каких-то таких деталей, которые сильно бы цепляли или вызывали какие-то эмоциональные впечатления, тем не менее, помимо дизайна еще и хотел отметить механизм, все-таки модель стремится к 18-19 тысячам рублей по цене, а механизм используется по-прежнему тот же, что и в самых обычных амфибиях, и он надежный, он хороший, но за ту цену, за которую продается данная модель, хотелось бы все-таки видеть механизм хотя бы со стоп-секундой и хотя бы с запасом хода в 40 часов, а не как здесь в 31, поэтому это, конечно, тоже недостаток. Лично для себя я бы такую модель, естественно, не взял, ни по габаритам, ни по функционалу, ни по дизайну, она мне, к сожалению, не понравилась, но тем не менее, если вы фанат третьевых трубок и габаритных корпусов, то в этом случае вы модель можете взять, в принципе, она качественная и достойная. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео, также, если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, но на этом все, всем пока!